В акватории озера Ильмень завершилась 49-я Ильминская парусная регата. На четыре дня соревнования собрали юных спортсменов из регионов северо-запада страны. Восемь с половиной десятков юных ехасменов из Санкт-Петербурга, Ленобласти, Псковой и Новгородской парусной школы слушают напутственные слова старших товарищей. Тех, кто когда-то также начинал свой спортивный путь на Ильминской регате, а затем покорял куда более серьезные водоемы, вплоть до трансатлантических одиночных походов. Впрочем, на Шильме не так уж и прост, и на его волнах можно приобрести хороший опыт. Здесь бывают даже ситуации тоже очень критические, то есть очень тяжелые бывают моменты, когда короткая волна, высокая, крутая, и удары по корпусу происходят. То есть, ну, Ладога там, конечно, побольше простора, но и здесь, вот для нас это очень уникальная, это вот как бы территория, которая позволяет сделать хорошую подготовку для того, чтобы пойти дальше. Сразу после официальной церемонии открытия ребята начинают готовить лодки и спускать сюда на воду. Гонка проводится в восьми классах ягд. От учебных оптимистов до взрослых лучей стандарт. Вообще сегодня существует богатый выбор современных лодок для спортсменов различных возрастов и уровней подготовки. Спорт развивается, все больше и больше приобретается хорошие современные матчасти, хорошие лодки, паруса. Уровень тренеров стал гораздо выше и, соответственно, уровень гонщиков тоже вырос. Весна в этом году как никогда удачная. Такого уровня воды в Ильмине не было уже лет семь. С погодой тоже повезло. Солнышко светит, при этом довольно прохладно. Так что в плотном гидрокостюме не сопреешь. А главное, ветерок не слабый и не сильный. То, что надо. Крейсерская скорость обычно достигается на таком среднем ветре до шести метров. Когда уже больше, то у тебя просто не хватает сил и лодку начинает сносить. За четыре дня их смены провели на Ильмине 14 гонок, в которых хозяева регаты подтвердили высокий уровень подготовки спортсменов в новгородской парусной школе. Трое ее воспитанников в своих классах стали победителями соревнований. Четверо заняли призовые места. Алексей Дмитриев, Илья Круглов. Новости. Новгородское областное телевидение.